Здравствуйте, друзья! В этом видео, который снял наш зритель Юрий из Новосибирска и его супруга Юлия, они вместе от меня участвовали, вы видите дом, в котором мы жили в Москве. Ребята едут в Америку, они сейчас уже в Нью-Йорке, и по пути они заехали в Москву, у них тут был день, и они зашли вот показать, мне заснять дорогу, как я шел из дома, вот слева этот серенький домик, там пятиэтажная грузчевая такая, а это был вот наш двор. Двор сильно изменился, вот тех домов не было сзади, которые вы сейчас видели, больших их не было. Там на самом деле казарма была, воинская часть, и за казармой было управление войск МВД, в общем, я даже не знаю, как эти дома туда поместились, что в них находится. Этот дом, который был рядом с нами, я жил в доме номер два, этот был дом номер три, там, если направо повернуть, на Энергетическую улицу, эта улица называется Энергетическая, там с торца библиотека была. Значит, то, что вы видите, забор впереди, за этим забором находится стадион, ну, раньше находился, под названием Энергию. Да, вот этот, в Крущевочке я там жил. Конечно, не было такого количества автомобилей перепарковано на улице, прямо на тротуаре они фактически стояли, такого не было. Шло в библиотеках точно. Вот, и этот дом был коммуналкой, вот если наш дом серенький, он был 61 года постройки, и он был уже с отдельными квартирами, то вот этот дом был коммуналкой, вообще не все там были коммуналки. Вот, так что, в основном были коммуналки. Что еще сказать? Вот мы подходим к перекрестку, и там направо и налево идет улица Лефортовский вал. Если пойти налево, то буквально метров там через 150 будет Лефортовский следственный изолятор, это место очень известное, также почти как Таганка, да? Таганка, все ночи полные огня. Вот, а вот там, значит, Лефортовский следственный изолятор. Мы пересекли улицу Лефортовский вал, и все это довольно узнаваемо. Вот это красное пирпича, это здание. Тут камера, она так немножко перескакивает, немножко вперед так, проскакивали вот такие моменты. По этой улице я шел до института связи пешочком, ну вот минут, ну, наверное, 12-15, вот так это все занимало. Слева сейчас по улице, там, я пытаюсь разглядеть, что там сейчас, раньше там находился такой институт, назывался Центральный институт авиамоторостроения, ЦИАМ. Это был какой-то жуткий ящик, там все было, колючей проволокой, там шипы такие торчали стены, колючей проволокой замотанные, вот. А тут еще кусок проскочили, и мы подходим к зданиям, где были общежития Московского энергетического института. Сам энергетический институт, туда вправо, если иначе, пройти квадрат, значит, там улица называлась Красноказармина, вот на ней находился, насколько я помню, Красноказармина, авиамоторная, боюсь соврать. В общем, там находится энергетический институт, а это общежитие, мы идем тылами общежитий энергетического института. Видите, вот молодые ребята, может быть, студенты. Ну, что тут еще сказать. Улочка была тихая, здесь все время парковались у местных магазинчиков, парковались автобусы такие туристические, знаете, там, Торжок, Вышний Волочок, Балагоя, там, какие-то такие райцентры московской, ну, не столько московской, скоро могут быть, Владимирской, там, Тверской областей, и такие, так называемые, продовольственные рельсы, они там по улику скидывались водителю, и водитель их, значит, туда привозил, высаживал возле магазинов, и они так, в общем, без особых очередей делали покупки. Мы уже идем по улице Лапина, мы свернулись с энергетической направо, и справа у нас степляшечка, называлась у нас степляшка, это столовая энергетического института, там, впереди будет направо, а это их столовка, там, в Корцех. Мы любили туда ходить, она была довольно скверного качества, но лучше, чем в институте связи. А институт связи находится по левую руку, вот Вы увидите вот это желтенькое здание, такое дубое, вот это и есть институт связи. Ребята решили, как бы, снять мне, так и для ностальгических, значит, впечатлений, дорогу от дома до института. Они еще сняли дорогу от метро до школы, где я учился в 57-й математической школе, вот они, так, решили приехать в Москву и для меня заснять такое, вот за что им большое спасибо. Вот написано, Московский технический университет связи и информатики, назывался он туда Московский электротехнический институт связи. Мы ИВС, где мы с Вами и прощаемся.